Ну что ж, а сейчас я передаю слово моему коллеге Валентину Богданову, Юрию Богданову, извините, у него основные предварительные итоги выборов, цифры и комментарии, конечно, и, например, сейчас в гостях руководитель Департамента региональных исследований Фонда развития гражданского общества Виталий Иванов. Да, Антон, благодарю вас. Мы продолжаем следить за подсчетом голосов на выборах по всей стране. Виталий Иванов присоединится к нам буквально через несколько секунд, обсуждаем мы с экспертами результаты. Ну и начнем, конечно, с Москвы. Вот предварительные итоги по выборам мэра города к этой минуте. Данные Центра Сберкома обработаны более 13% протоколов. На самой последней информации Сергей Собянин по ней получает почти 55% голосов. У Алексея Навального чуть больше 24%, Иван Мельников идет следующим, набирает 10,2%. У Сергея Митрохина 3,1%. Михаил Дегтярев набирает тоже чуть более 3%. И Николай Левичев набирает 2,8% голосов. Ну и, как я говорил, у нас в гостях руководитель Департамента региональных исследований Фонда развития гражданского общества Виталий Иванов. Виталий Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Давайте обсудим вот эти данные, которые мы сейчас увидели. Я понимаю, что они предварительные, но, тем не менее, конечно, очень интересные. Как вы считаете, вот эта вот тенденция, она сохранится или все-таки есть возможности второго тура? Я считаю, что никакой возможности второго тура не существует, что, скажем так, и коллеги, эксперты, и СМИ немножко так повелись на эти результаты экзитполов, которые были обнародованы пару часов назад. И, соответственно, пошла такая реакция, значит, очень много пошло прогнозов. Договорились до второго тура. На самом деле, с моей точки зрения, предпосылок для второго тура не было и нет. Что касается явки избирателей, все отмечают, что она была достаточно низкой. С чем вы это связываете? Не удалось кандидатам все-таки как-то раскрутить свой потенциальный электор? Я считаю, что вопрос совершенно не в кандидатах, не в качестве компаний. Вопрос, в первую очередь, в дате. Сентябрь. Скажем так, не самое удачное время для выборов, не самое электоральное. Кто-то едет на дачу, кто-то еще не вернулся из отпуска. Например, в Магаданской области десятки тысяч жителей еще находятся в отпусках. Они физически не могут прийти на избирательные участки. То есть не в том, что они игнорируют выборы. А их просто нет в их городе, в их регионе. Просто не самое удачное время. То есть вам кажется, нужно эту дату как минимум перейти? Я считаю, что если мы сильно беспокоимся по поводу явки, если это будет сочтено серьезной проблемой для легитимности выборов и их результатов, то, конечно, нам нужно переносить единый день голосования. Если явка, то такая позиция тоже имеет право на жизнь, и высокая явка не будет рассматриваться как непременные условия легитимности выборов, то можно проводить и в сентябре. Но тогда просто не нужно удивляться, что приходит столько избирателей, сколько приходит. В сентябре больше прийти не могло. Скажите, по поводу избирательной кампании. Как вы оцениваете усилия кандидатов по привлечению потенциальных избирателей? И почему, на ваш взгляд, все-таки неудачно выступили представители парламентской оппозиции? Я имею в виду сейчас выборы в Москве. Я думаю, что, скажем так, парламентские партии выставили, оппозиционные парламентские партии выставили не самых сильных кандидатов, не самых ярких кандидатов. То есть тот же Иван Иванович Мельников очень достойный человек. Я считаю, что, конечно, из всей верхушки нынешней коммунистической партии, он, пожалуй, наиболее порядочный, наиболее приличный человек. Но он, конечно, не совсем, скажем так, электорален. Он все-таки, скажем так, не дотянул. Что касается других кандидатов, то, собственно, там и сказать особо нечего. Это фигуры заведомо слабые. Поэтому, какую бы кампанию они ни вели, они не могли получить того результата, который, возможно, хотели лидеры этих партий, возможно, хотели какие-то их сторонники. Ну, смотрите, достаточно интересная ситуация складывается вокруг Николая Ильевичева. В общем-то, он председатель партии «Справедливая Россия». И показывает такие низкие результаты. Будет ли иметь это для него какие-то политические последствия? Ну, я думаю, что, во-первых, та внутрипартийная позиция, которая существует, о которой всем нам известно, она, конечно же, попытается использовать вот это фиаско Левичева в качестве аргумента внутрипартийной, опять же, борьбе. Вот это раз. Во-вторых, конечно, Левичев получит много язвительных комментариев в СМИ. Конечно, все это отразится на его и так неблестящем имидже. Но вопрос, удержится он или не удержится на посту председателя партии, он все-таки не совсем публично-политический. Это вопрос, скорее, аппаратный. А здесь Левичев достаточно серьезная фигура. Давайте сейчас сделаем паузу. Чуть позже попробуем продолжить, если у нас будет такая возможность. А сейчас мы приверемся на прямую трансляцию в Московской области на выборах губернатора. Я напомню, лидирует временно исполняющая обязанности глава региона Единоросс Андрей Воробьев. В штабе работает съемочная группа нашего корреспондента. И сейчас мы предлагаем переместиться туда. И Екатерине Мироновой передаю слово. Екатерина, здравствуйте. С вами работаем. Здравствуйте, коллеги. Рядом со мной находится кандидат на пост губернатора Московской области Андрей Воробьев. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Я вас поздравляю с окончанием избирательной кампании. Спасибо. По тем данным, которые у нас есть на этот час, вы набираете уже более 75% голосов избирателей. Как вы оцениваете этот результат? И, может быть, какие эмоции? Эмоции я стараюсь все-таки держать при себе. Что касается процента, он очень высокий. Это высокий уровень доверия. Что может человек чувствовать, когда тебе оказывают такой высокий уровень доверия? Мы получили ответственность, желание оправдать, подтвердить ту нашу программу, те действия, те запросы, которые были адресованы нам. Те претензии, критику, которые мы слышали на встречах. Мы провели более 100 поездок по районам. И самое интересное, что еще не все объехали. Мы еще не во всех районах побывали. Поэтому тому, кому мы задолжали, мы продолжим работать во вторник. Не откладывая долгий ящик, мы опять будем в территориях, мы опять будем встречаться с людьми и отвечать на вопросы. И, соответственно, готовимся к формированию нового состава правительства, которое я собираюсь внести в МОСОБУДУМУ 19 сентября. А как правительство поменяется? Правительство не сильно поменяется. Если это и будут, то косметические изменения. Команда сформирована. И я считаю, что у нас очень профессиональные люди. Будет некоторое усиление по направлениям. Но эту интригу мы сохраним для следующего эфира. Московская областная избирательная комиссия продолжает подсчет бюллетеней. Как думаете, ваш процент поменяется? Я спустился, я благодарил штаб и упустил, как меняются проценты. Сейчас перед эфиром сказали, что более 70% у нас. Это очень высокий уровень поддержки. Поэтому, ну, знаете, если поменяется, то плюс-минус 1%. По большому счету, по большому счету, все ясно. И это победа. Я очень рад, очень благодарен. Очень благодарен всем, кто все 10 месяцев со мной работал, поверил в меня. Жители, которые меня поддерживали и ругали, и критиковали, и обнимали, и целовали. Все было. И в этом очень большой смысл, в этих отношениях. Я не имею права сколько-нибудь подвести людей, которые мне отдали свои голоса. Вернемся все-таки к выборам. Как думаете, как считаете, как расцениваете эти выборы? Прошли чисто, честно, прозрачно? Вы, средство массовой информации, вы должны мне сказать. Мы старались работать максимально открыто. Мы-то знаем, но вы-то кандидат, вам-то любили. Я считаю, что вообще практика прозрачных уровней огромного количества наблюдателей – это очень хорошая практика. Потому что сама вовлеченность в избирательный процесс делает нас ответственными. Я сегодня общался на избирательном участке с наблюдателями. Они все отмобилизованы, они знают, что делают важное дело. И очень приятно, что в Московской области на каждом избирательном участке, их много, 3,5 тысячи, даже больше, есть от минимум 10, максимум 25 человек. Это очень много. И люди, вы понимаете, с 8 до 8 трудятся, смотрят, фотографируют, контролируют, потом еще считают. Поэтому я считаю, что это очень важно. Потому что запрос на чистые прозрачные выборы действительно был. И не случайно помните наш президент в свою избирательную кампанию. Целый цикл принял инициатив, которые очень серьезные изменения обеспечили. Я считаю, я опять же по бегущей строке смотрел «Вести 24». В Подмосковье нет претензий. Нет претензий. И это, конечно, очень радует. И большое спасибо участковым комиссиям, территориальным, нашему избиркому. Они профессиональные люди. Они никого не гоняли палками, они никого не обидели. Ровно да наоборот, уделяли внимание и заботу. Вот такое отношение к людям, оно очень важно. Андрей Юрьевич, завтра первый день, первый рабочий день в новом статусе. С чего начнете? Традиционно мы в 9 часов 15 минут проводим планерку с замами для того, чтобы определить первоочередные задачи на текущую неделю. Но завтра мы дали себе послабление. Собраться не в 9.15, а в 10.15. И, соответственно, ничего. Во вторник будет работа в районе. Я запамятовал, в каком, по-моему, в Пушкинском районе. Только все начинается. Ну что ж, Андрей Юрьевич, спасибо вам за интервью. Удачи. До свидания. Спасибо. А я напомню, что у нас в эфире был Андрей Воробьев, кандидат на должность губернатора Московской области. Коллеги. Спасибо. Департамент региональных исследований Фонда развития гражданского общества. Виталий Вячеславович Иванов. Виталий Вячеславович, вы слышали комментарии Андрея Воробьева. Давайте поговорим как раз о выборах в Московской области. Как вы оцениваете результаты голосования? Насколько для вас лично они были ожидаемыми? Для меня это были более чем ожидаемые результаты. Я даже предполагал, что Андрей Юрьевич получит больше голосов, чем он получает по состоянию на текущий момент. Кстати говоря, у нас есть возможность посмотреть результаты выборов. Я допускал, что Андрей Юрьевич может и 80% планку взять. Дело в том, что, во-первых, очень хороший кандидат, очень качественная компания, очень слабые соперники и, скажем так, очень лояльные условия. Дело в том, что компания по выборам мэра Москвы, которая, в отличие от подмосковной компании, не была запланирована, она оттянула на себя все внимание, в том числе, скажем так, негативное внимание. А как же протестное голосование? Ведь многие ожидали, что за Геннадия Гудкова будут голосовать те, кто недоволен так или иначе действиями власти. А получается всего 4,5%. Геннадий Гудков очень, скажем так, неудачный выбор на роль единого оппозиционного кандидата. Ну, точнее, скажем так, он претендовал на роль единого оппозиционного кандидата, не стал им ни формально, ни фактически. Вот. Во-первых, возраст. Во-вторых, биография. В-третьих, ну, скажем так, и внешность. Вот, понимаете, это играет роль, да, значит. Значит, и еще очень важный момент. Гудков, его популярность, его рейтинг, они очень сильно локализованы в пределах бывшего Коломенского одномандатного округа на выборах в Госдуму. Он оттуда избирался, там его знают, там он действительно, так сказать, может чего-то серьезное собрать. Вот, за пределами Коломенского округа. Вот. Его популярность существенно ниже. Ну, ему даже, получается, не удалось консолидировать протестный электорат. Не удалось, повторяю, потому что слабый кандидат, потому что слабый потенциал. Давайте поговорим о других регионах. Огромное внимание приковано к выборам в Екатеринбурге. Да. И там очень интересные результаты. Давайте посмотрим на нашу графику. Я попрошу выдать сейчас результаты. Яков Силин. Вот, честно говоря, я не знаю, насколько эти данные актуальны на этот час. Яков Силин 36 с лишним процентов, Евгений Ройзман 27. Но мы знаем, что по данным Центра Сберкома, которые у нас были на момент, ну, практически, да, 10 часов вечера, как раз у Ройзмана было 32 процентов, усиленно 30. С чем это связано и кто все-таки там побеждает? Связаны колебания. Ну, во-первых, связаны колебания, во-вторых, по вашим данным, кто там все-таки лидирует? Значит, ну, у меня нет основания не доверять той информации, которую вы сейчас выдаете в эфир. Я думаю, что по состоянию вот на текущий момент, значит, результат предварительно именно такой, какой он есть. Другое дело, что, конечно, итог может быть противоположный. Может быть, и Ройзман в конечном итоге выиграет эти выборы. Компания там была достаточно напряженная. Ройзман, кандидат достаточно сильный. Вот отличие от Гудкова в Подмосковье, про которую мы только что говорили. Ройзман, кандидат, действительно серьезный. Он действительно мог и смог в значительной степени консолидировать протестный электорат. И у него, вот если, значит, в Подмосковье вся конфигурация изначально складывалась и в дальнейшем, значит, скажем так, рихтовалась под Воробьева, под кандидата власти, да, то, значит, в Екатеринбурге вся ситуация была, на самом деле, очень проигрышной для кандидата власти. Если Силен в итоге победит, это будет очень большим его достижением. Потому что два очень сильных оппозиционных кандидата. Там, кроме Ройзмана, еще Справедливорос Бурков. Да, мы, кстати, о нем сейчас поговорим отдельно. Да, вот. Значит, во-вторых, объективно, раскол в элитах. Силен представляет фактически действующего губернатора Куйвашева. Вот, действующая городская власть в лице, в первую очередь, очень влиятельного вице-мэра Тунгусова, она фактически Силена не поддерживала. Или поддерживала, скажем, корректнее, в полсилы. Вот. Поэтому, если Силен в итоге, вот в такой ситуации, окажется победителем, выиграет, вот, это будет, ну, большим, повторяю, с его стороны, достижением. Кстати говоря, по поводу того самого Буркова. Ведь говорили, что он тоже один из кандидатов в победители, да? Да. Но сейчас он как-то отходит на вторые роли. И ведь в избирательном бюллетене было три человека с такой фамилией. Более того, были полные тезки. Это так называемые спойлерские технологии? Да, но они хорошо известны еще с 90-х годов. Правда, крайне редко, вот, во всяком случае, на моей памяти, какие-то двойники действительно оттягивали, скажем так, социологически значимое количество голосов. Вот. Пока рано говорить о том, как это сработало в Екатеринбурге, надо дождаться окончательных результатов. Да, тем более, что вот цифры с качеством. Да, 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 да. Вот. Я думаю, что в случае с Бурковым все-таки дело не в двойниках. Дело в том, что, скажем так, Ройзман оказался более убедительным в качестве оппозиционного кандидата, консолидатора протеста, протестного электората. Вот. Бурков оказался, соответственно, менее убедительным. Вот. Во-вторых, против Ройзмана активно работал Силин, активно работала, так сказать, вся, как бы, властная, околовластная машина. Да, и, соответственно, ну, с одной стороны она, как бы, работала против него, но с другой стороны она помещала его, как бы, значит, в центр компании, как, ну, хотя бы, как главную мишень. И, соответственно, ну, пусть опосредованно, пусть против своего желания, но раскручивала. Вот в случае с Бурковым такого не было. То есть Ройзман был назначен главным соперником, вот, и это, в общем-то, и сделало его главным соперником. Но очень интересно будет дождаться итоговых результатов. Что касается выборов губернаторов, в первый раз во время этой кампании кандидаты шли на выборы, теня за собой на прицепе или паровозом, как говорят, кандидатов в Совет Федерации, кандидатов в сенаторы. Да. Но, насколько я понимаю, и по личным ощущениям, наблюдениям на избирательном участке, люди об этом толком не знают. А на вопрос, а кто же баллотируется вместе с кандидатами в сенаторы, даже члены избирательной кампании толком не могут ответить, рекомендуют идти к информационным бюллетеням. Насколько вообще эта новация себя оправдала в таком случае? Нужна ли она? Ну, я не готов сейчас подводить вот такие жесткие итоги, да, значит, оправдала, не оправдала. Вот. Но вы, безусловно, правы в том, что широкие народные массы, кандидаты на должность члена Совета Федерации интересуют очень мало. И это мягко сказано. Вот. Это все-таки тема для элит, для политологов, для СМИ. Вот. Для избирателей, по большому счету, не важно. Вот. Кроме того, я бы хотел обратить внимание, у нас сейчас часто говорят о выборах членов Совета Федерации, или там, о выборах сенаторов одновременно с губернаторами. На самом деле, строго говоря, никаких выборов, значит, сенаторов не проводится. Просто кандидаты на должность губернаторов, заявляясь, регистрируясь, они заявляют и трех кандидатов, из которых они потом сами выберут, значит, сенатора. Вот. Как бы, это в конечном итоге можно назвать просто информированием. Вот. Я такой-то, в случае, если я стану губернатором, выберу сенатора из таких. Виталий Вячеславович, к сожалению, мало очень времени. Если можно коротко, как вы в целом оцениваете выборы? Насколько они были чистыми и честными? Я считаю, что они были достаточно чистыми, достаточно честными. Я считаю, что результаты адекватные. Вот. Я считаю, что единственное, о чем, возможно, нам стоит задуматься, это о каком-то сдвиге единого дня голосования в случае, если, повторяю, явка, нас будет так волновать, как вот кажется, она сейчас многих волнует. Благодарю вас за подробный комментарий. Я напомню о предварительных итогах выборов. Мы говорили с главой департамента региональных исследований Фонда развития гражданского общества Виталием Ивановым. Вот такие расклады на этот час.